Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события из жизни проекта! Ирину Пинчук выписали из роддома. На выписку пришли друзья Иры по Дому 2, которые с радостью фотографировались с ней и сделали множество видео и фотографий. Иосиф Аганесян и Черно не было, так как они часто выдают чужие секреты. Зато роман Капаклы показал подписчикам ребенка Арая Чабаняна. Ранее Пинчук говорила в сториз, что сын у нее родился смуглым и волосатым. Копия Арай. У Капаклы можно увидеть подтверждение этой информации. Волосы темные, выдающийся вперед нос, крупные черты лица. Поклонники Капаклы с удовольствием рассматривали сегодня кадры, сделанные блогером возле роддома. Рома хыповал и говорил, что тоже хочет детей, но мечтает о дочке. И как отнесутся друзья Капаклы к тому, что он выставляет в сториз их новорожденного ребенка? Ведь уже была новость о том, что Марина Африкантова выдавала чужие тайны. Не смогла удержаться и лучшая подруга Иры Татьяна Мусульбес, которая также показывала в блоге личико новорожденного малыша, не спрашивая молодых родителей. Ну хотя бы зрители Дома-2 удовлетворят свое любопытство, ведь обычно бывшие герои телешоу держат интригу и не показывают своих детей. А у Пинчука-Чабаняна из-за их доверия к близким друзьям вышло иначе. Ксения Бородина и Курбан Амаров находятся в стадии бракоразводного процесса. Без пяти минут экс-супруги расстались еще в начале мая. Тогда Ксюша впервые провела отпуск отдельно с дочерями и мамой. При этом сам Курбан поселился буквально в соседнем отеле, но с семьей не общался. На развод Бородина подала лишь в начале июня, и 19 июля состоялось первое заседание в суде. Парочка получила предусмотренный законом месяц на раздумья. Впрочем, сам Амаров, судя по его свежим сторис, уже сейчас считает себя разведенным человеком. Так ни Ксюша, ни Курбан не явились в зал суда на заседание. Более того, если Бородина хотя бы находится в Москве, то ее бывший предпочел отправиться в горы. К слову, именно там, вкусивший свободу мужчина, в прямом смысле этого слова, открыто прокричал об этом. Ранее Амаров намекал, что после расставания с Ксенией, его директ атаковали девушки. Якобы ранее ему боялись писать, опасаясь агрессивного характера жены. Ольга Васильевна Гобозова не оставляет попыток сделать невыносимой жизнь своего сына на телестройке. По мнению женщины, Саша вполне успешен за периметром, где проектная слава и бесплатные виноградные напитки не портят его и без того вздорный характер. В ночном эфире «Дома-2» мама Гобозова пожаловалась Дави на поведение своего уже взрослого ребенка. Ольга Васильевна рассказала Давиду и ведущим «Дома-2», что у Гобозова есть дочь от Надежды Бурковской, на которой Саша хотел жениться в 2020 году. У Манукяна от неожиданности чуть виниры не посыпались. Он так такому не привык. Маме Гобозова настолько не нравится Маша Давидова, хотя Ольга Васильевна и дарит ей позолоченные сережки с янтарем от бесплодия, что пожилая женщина задумала коварный план. Она просит руководства проекта запустить Надю Бурковскую с дочкой в периметр, чтобы удостовериться, что во время одной из командировок в Красноярск Гобозов не сделал ребенка своей знакомой. Ольга Васильевна уже посчитала, что с момента первой встречи с Сашей и Надей прошло 9 месяцев. Бурковская была замужем, но развелась. Девочка от Гобозова, уверена, мама Александра. Именно из-за таких сплетен Саша Гобозов годами не общался с родной матерью. Как понимать такие речи Ольги Васильевны? За Гобозова даже с его ребенком не идут замуж. Или бабушка согласна даже на тест ДНК, лишь бы привести в периметр единственную женщину, которая не тянула из Саши деньги. А что скажет Бурковский, ее бывший супруг? Опытную интригантку Ольгу Васильевну не волнует. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Субруг Анна Брянская и Алексей Адеев расстались по старой причине, из-за которой они каждый день выясняют отношения. Участники Дома-2 часто ссорятся из-за бывших. Анне не нравится общение Леши с женой Натальей, живущей в Германии. Алексея не устраивает, что бывший супруг помогает финансовой его подруге. Из личного блога Анны стало известно, что Адеев бросил Брянскую, и она улетает на Украину к родственникам. Разлука пойдет на пользу этой паре, либо это окончательная точка, либо они наконец-то найдут способ решения проблем. Брянскую взбесило то, что Адеев после кодировки почувствовал себя плохо, переписывался с бывшей супругой, жаловался ей на пошатнувшееся здоровье и обсуждал те вопросы, о которых он должен был говорить с Аней. Брянская приревновала и закатила скандал. Ее экс-супруг тоже переживает, когда видит, что Аню тягают за волосы. Но она ничего ему не пишет, потому что договорилась с Лешей не втягивать в отношения бывших. Он не умеет держать слово, эгоист, думает только о себе, ему наплевать на мои чувства, жалуется Брянская зрителям Дома-2 и своим подписчикам. Аня надеется, что после поездки к родственникам на день рождения мамы Валентины жизнь наладится. Иначе зачем Адеев говорил про любовь, семью и искренность, если сам к этому не готов, возмущается Брянская. Недавно были новости, что Алена Опенченко осталась одна и интересуется Адеевом. Девушка заходила к нему на проект. Не пожалеет ли Брянская, что оставляет Адеева без присмотра на поляне? Саймон Марданшин рассказал всю правду про свой уход с проекта и неприятные последствия его импульсивности на лобном месте. Марданшин подтвердил, что его выгнали из Дома-2 из-за конфликта с Давой. Якобы он жестко нарушил субординацию и, когда Мнукиан начал учить Сэма жизни, пытался всячески задеть и оскорбить. Саймон ответил ему той же монетой. Марданшин, не уважая Даву, прекрасно осведомлен о том, что Мнукиан не тот, за кого себя выдает, но винирчики целы, как говорит Сэм. Он вскочил, подбежал к Давиду во время спора и занести руку не успел. Участники остановили Марданшина, потасовки не было, хотя Марданшин хотел ответить на оскорбление. В прямом эфире Саймон прояснил всю ситуацию, но не знает, что из нарезок покажет в вечернем эфире 27 июля, когда его выгнали с лобного с чемоданом и выставили за ворота. Глеб Жемчугов и Настя Рейнашвили были в отеле, там в них произошло волшебство. Настя, вернувшись на поляну, начала хвастаться, ее слова услышала Алена Пенченко, которая ждала Глеба, и в отместку затащила Саймона в темный угол, где все произошло быстро и по инерции, так как Марданшин давно сидел на проекте без женской ласки и почувствовал безумное притяжение к Алене. Далее уже были новости, что Апенченко осталась в периметре одна. На лобном Дава начал распинать Саймона, говорить про то, что Марданшин плохой друг, подставил Жемчугова и говорил обидные вещи. Марданшин не выдержал и начал нападать на ведущего в ответ, заставляя того признать свою неправоту. В результате Марданшина вывели, а Дава только отряхнулся и не ответил на вызов Сэма разобраться по-мужски без камер. Позже Сэм понял, что его специально спровоцировали, чтобы проводить заворота, раз участники каждую неделю отказываются против него голосовать. Теперь Марданшину поступают угрозы от сторонников Давы. Возможно, будет и продолжение скандальной истории. Кристина Дерябина решила изменить свою жизнь и начать новый этап. Еще недавно Кристина строила отношения с девушкой, при этом не скрывала, что влюблена и считает свою пару с Аленой полноценной семьей. Более того, экс-участница даже готова была завести ребенка и прибегла к ЭКО. Правда, не слишком удачно. А вот несколько недель назад Дерябина решила вернуться к своим прежним предпочтениям. Кристина пока скрывает своего избранника, однако всячески подчеркивает, что с девушками покончена навсегда. К слову, на бывшую Криза таила обиду и уже нашла способ ее потроллить. Инициатором разрыва выступила сама Кристина, и для Алены это стало ударом. При этом забирать свои вещи Алена приехала с экс-пассией, что не понравилось уже Дерябиной, и с ответочкой девушка медлить не стала. Кристина легла под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь и заставить Алену сожалеть об их расставании. По словам Дерябиной, сбылось то, о чем она так давно мечтала. Ее грудь стала шикарной и большой. Результатом операции девушка обещала поделиться чуть позже. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!